Здравствуйте, с вами Валерия, и это проект «Разговор о главном». И сегодня у нас в гостях музыкант Виктор Забродин. Здравствуй, Виктор. Здравствуй, Лера. Мой первый вопрос к тебе. Расскажи о себе. Я работаю в мобжике Хастаница. Занимаюсь музыкой в жанре русского рока. Выступаю иногда на концертах. Раньше было это очень часто, сейчас реже гораздо. Но, тем не менее, до конца ещё не забросил это дело. Как рождаются твои песни? Сейчас по-всякому рождаются. Непредсказуемым образом что-то в голову приходит, раз записал на диктофон. Один эпизод какой-то записал, потом там припев, куплет. Через полгода пролистал всё из кучи мусора, хлама этих зарисовок, песню собрал. Ну и всё. Вот таким образом сейчас рождаются. Раньше рождались. Я садился целеустремлённо. Первые разы, когда я начинал писать, это где-то год 2004. Целеустремлённо садился. Думаю, мне нужна песня, я же должен стать рок-музыкантом известным, таким приблизительно, как Виктор Цоя, может, ещё и круче, скорее всего. И записывал на леске, начинал. Думаю, как тема же какая-то должна. Там песня должна, думаю, так в голове у меня было всё устроено, что обязательно она какой-то суровой, печальной должна быть такой вот. Ну и всё казалось какой-то глупостью. Потом в течение такого мучительного времени, где-то трёхчасового, появились там первые песни. Сейчас я их не пою уже давно, но тогда они мне показались очень крутыми. Я за ночь три песни написал. Потом такой период пришёл, когда я мог написать песню. Ну, при любом раскладе, вот сейчас сюда могу сесть и написать песню. Я настолько уже был уверен и привыкший к этому всему. Но мне это перестало нравиться, и мне захотелось что-то такое неизведанное. И несколько песен таких неизведанных получилось написать. Они мне очень дорогие и нравятся по-прежнему. Там сколько лет, уже лет пять прошло, может, может, чуть больше они кажутся мне какими-то внутри меня великими и не утратившими актуальность. Сейчас очень мало пишу вообще на самом деле. Я стараюсь от всего этого как-то отталкиваться. В смысле, отвергать всё это, чтобы... Если что-то пришло такое железобетонное, то да, оно пришло, я его сразу пошёл и записал. Всё никак не решусь снова в студии начать запись вести. А можешь нам что-нибудь исполнить? Могу, конечно. Песня называется «Грязь на дороге». Дождь сегодня, дождь с утра, ночью тоже дождь. Завтра днём наверняка тоже будет грязь. Ты рисуешь в голове, мир, приняв обман. Оттого не по себе, всем бывает нам. Грязь на дороге, ноги берегите ноги. Грязь на дороге, ноги берегите ноги. Завтра утром я зайду на высокий холм. Что увижу, то найду. Ну а сегодня шторм. Убрать паруса не крикнет. Никто это жизнь. К этому он не привыкнет. Ну что ж, братик, жизнь. Грязь на дороге, ноги берегите ноги. Грязь на дороге, ноги берегите ноги. Грязь на дороге, ноги берегите ноги. В чем твои песни? Ну все так в общем песни, если дать определенный ответ, то о жизни. Ну и еще имеются там какие-то нюансы, моменты о любви. О какой-то трагедии, о какой-то правде, ну в целом о жизни, которая нас окружает, которая внутри нас находится, частью которой являемся мы. Ну о любви в основном, я так думаю, о любви к жизни по большому счету. Сейчас там нет ненависти, может когда-то раньше что-то было такое негативное сейчас. Если бы даже что-то такое делал бы, то это был бы Стёп и прикол, но пока не готов такое делать. Что тебя вдохновляет на твоё творчество? Да ничто не вдохновляет, я никогда не задумывался над темой, что же меня вдохновляет, что же меня вдохновляет. Когда-то меня вдохновляло идти где-то там по полю, по лесу и там что-то такое доброе написать. Переломный момент в жизни был у меня. Ну вот, да ничего не вдохновляет, просто пришло в голову что-то и начал записывать. Не могу определённо сказать, всё вдохновляет, но я не делал акцент, что именно, чтобы вот так дать конкретно ответ на вопрос, что тебя вдохновляет. Всё вдохновляет, всё абсолютно, вся Вселенная вдохновляет, частью которой являюсь я и в принципе вот так вот. В общем, пришла мысль и сразу... Да, 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 да. Всё так путается, перепутывается. Всё пропитано этой энергией. Энергия, наверное, какая-то внутренняя вдохновляет, которую я иногда ощущаю, иногда нет. Недавно я увидела ролик в интернете, адресованный Владимиру Владимировичу Путину. Давайте посмотрим его. Здравствуйте, Владимир Владимирович. Меня зовут Виктор Забродин. Я являюсь жителем хутора Надежовка, Тацинского района Ростовской области. На территории хутора и на заднем плане от меня находится Мариинский спиртзавод. Завод не прекращал работы даже в период Великой Отечественной войны. Но в 2001 году при загадочных обстоятельствах и целеустремлённо был обанкрочен и передан в частные руки. С тех пор практически не подаёт признаков жизни. В связи с этим люди трудоспособного возраста, утратив рабочие места, вынуждены, оставив дома семьи, ездить на заработки в различные регионы нашей страны. Некоторые вообще покидают территорию населённого пункта навсегда. Преимущественно тут остаются жить пенсионеры. Хотел бы знать, можно что-либо предпринять для того, чтобы вернуть Мариинский спиртзавод к жизни? Спасибо за внимание. До свидания. Был ли ответ на это сообщение? И какие последствия? Что подтолкнуло тебя к созданию этого ролика? Я посмотрел на то, как всё у нас в стране угасает. Не то, чтобы всё в стране, но так по малым хуторам едешь и понимаешь, что лет 10-15-20 назад там жизнь кипела. Люди радовались, были счастливы. Конечно, есть момент ностальгии какой-то определённый, что раньше было всё лучше. Но тем не менее, у нас в 90-е годы, когда было, казалось бы, всё так плохо в стране, у нас завод работал, и никто на жизнь по большому счёту не жаловался. Люди начали уезжать, покидать территорию населённого пункта навсегда. Это я уже на приколе цитирую цитату из этого обращения. Ну и всё, и придёт время туда-сюда, не за горами, когда просто начнут переселять, в лучшем случае, оттуда народ, да и всё. Ну ничего в этом такого нету, ну значит, это так должно быть, раз уж никто не ответил на это обращение. Но потом оно ещё всплыло в 2018 году. Первый раз я его записал и выкинул в интернет в 2016 году, весной. Я в Ростове тогда работал. Второй раз, ну и на него никто не обратил внимания вообще, кроме меня, там ещё каких-то там, может, людей. Было просмотров 400 где-то, наверное, и всё. В 2018 году перед выборами президента кто-то, не знаю кто, скачал его с Ютуба и загрузил в Одноклассники. Ну и там оно так слегка хайпануло. Ну тоже толку никакого в этом не было, кроме там каких-то, может, проблем себе лично. Каковы твои политические взгляды? Стараюсь от политики держаться как можно дальше. Ну не то чтобы стараюсь, как сказать, но иногда с кем-нибудь могу там из друзей пообщаться в какой-то момент, цепляющий там по поводу выпуска новых законов или ещё каких-то там дел политических. Мы можем что-нибудь прикольнуться, посмеяться, так угарнуть или поругаться. Ну на самом деле я стараюсь туда не лезть, мне это не очень интересно. Когда-то, да, было интересно, потом я понял, что, как говорится, задница не обижается на голову, что они находятся в разных местах. Поэтому каждый должен заниматься своим делом и всё. Если я полезу в политику, то да, может быть, я какие-то там приму, как говорится, веру, не веру, да. Какие-то взгляды у меня будут определённые. Они сейчас есть, но о них я не хочу говорить, потому что я там не варюсь в политических движениях. Серьёзно, по большому счёту. Виктор, сейчас мы посмотрим небольшое видео с твоим участием в проекте «Хочу к Меладзе». Наш следующий претендент – этот симпатичный талантливый сантехник из хутора «Радёжевка». Он тоже мечтает попасть в поиск-бэнд Константина Меладзе. Я работаю мастером сантех-участка. Присмотритесь. Возможно, кому-то из вас Виктор ремонтировал смеситель, устранял течь и менял прокладку. А ты получаешь какой-то заряд энергии, если что-то создал, сотворил. Витя, здравствуй. Здрасте. У современного сантехника, такого юного, ещё и музыкального, много девушек поклонниц? Нет. Нет? Ну, я не могу знать. Они же могут это скрывать, в общем-то. А, то есть, может быть, они не проявляют свою симпатичку. Ну, да. Хорошо, скажи. Хочешь к Меладзе? Да, я хочу к Меладзе. Как ты попал на этот проект? Значит, был объявлен конкурс. Константин Меладзе собирает бойс-бенд. Необходимо было записать видео, где ты медленную песню поёшь с крупным планом лица и быструю в танце. Там фрагмент небольшой, там около минуты, что-то даже меньше. Это как интернет-кастинг можно было сделать. Я записал, отправил. Через неделю мне позвонили, пригласили на кастинг в Питер. Я сел на самолёт в Ростове на старом аэропорту и прилетел в Питер. На другой день был предкастинг в Питере. Там тоже нужно было пройти несколько комнат. Там поёшь, танцуешь. Медленные, быстрые песни. Роковые, попсовые, там всякие. Ну, я понимал, что тут надо больше попсовых песен петь, потому что предположения имею, кто такой Константин Меладзе. Исходя из этого, сделал выводы. Думал, ну, мне надо сверкнуть как-то на телевидении, тем не менее. Потом буду двигать свою роковую движуху, как бы. Ну, такой расслаб в голове был. Ну и вот, и через... Нет, там я особо не волновался на предкастинге в Питере. Ну, я пел песни, в общем-то, какие хотел тогда. А через неделю мне позвонили... Я ещё в Питере тогда гостевал у родственников. Позвонили, сказали, что зовут на телевизионных кастинг в главке, но в Москву. И началась у нас работа с редакторами. Они мне писали, что одеть, что петь. Такие моменты. Я чувствовал уже такую тему, что они хотят, чтобы я выступил, но не прошёл. Это меня внутри съедало, съедало. Нельзя, конечно, было этого делать. Нужно было просто пойти и выступить, невзирая ни на что. Ну, я не был тогда подготовлен так психологически. Много нюансов были при переписке, при созвоне с редактором, которые выбили меня из равновесия. Ну, я утратил уверенность. У меня температура поднялась, всё остановилось, тошнило. И в таком состоянии я поехал в Москву выступать на сцене. Голос сел, полностью пропал. Видео я не показывал, что я очень болен. В больнице сказали, это типа на нервной почве, нервный срыв. Ну, всё так выступил, как вот увидели. Плохо. Ну, никого не виню. В следующий раз бы я просто делал бы дело. Нельзя никогда в жизни не думать, предполагать, что будет. А, это они то подумали, это они то хотят. Не важно, что они подумали и что они хотят. Ты должен выйти и сделать дело, и всё. Такой вывод я сделал из этой всей истории. А где ещё ты принимал участие? Ещё принимал участие в конкурсе Rock Upgrade. Там тоже с телевидением завязано, очень много каналов, с интернетом. Было голосование клипа. Мой клип навсегда победил там, в принципе. Не помню, какой приз зрительских симпатий, кажется, занял. Там много номинаций было. За это мне они должны были сделать, снять концерт профессиональный, эти люди, телевизионщики. Но мне нужно было снять клуб, в котором будет концерт. Я снял клуб, позвонил им, когда, о чём мы договорились, на какое число. Это было в сентябре, не помню какого года. Да и неважно. Отсняли, всё, выступили. Я ещё друзей с собой взял совместку там со стёртышем, моим другом-музыкантом исполнили «Карусель». Суровые провокации указываю на выход. Суровые иллюстрации – это всего лишь выхлоп. Выхлоп из-за приятия безумия, безнадёжности. Ударь ты в плечо приятеля. Скажи, что тут все возможности. Ну, и сказали, где-то через месяц-полтора концерт будет готов, и они мне его пришлют. Всё записан, сведён звук будет. У звукорежиссёра писался звук отдельно, камера писала. Камеры писали отдельно. Ну, всё профессионально делали. Через месяц написал им, что-то нет результатов. Да вот-вот-вот-вот обещали, обещали. Потом всю зиму обещали, обещали. Всю весну обещали, обещали. Я перестал им писать, и всё. Ну, аудио-дорогу мне сбросили. У меня есть на флешке. Чисто звук записан из этого концерта. Кто помогал тебе в съёмке твоих первых клипов? Съёмки первых клипов мне помогали мои друзья. Один из них сейчас снимает меня в данной ситуации. Это Евгений Голосюк. Но это уже был не первый клип. Первые клипы вообще я просил друзей, которые и близко себе не представляют, что такое там съёмка, и как это быть оператором. Которые просто были держателями. И я предполагал, как они там видят. Стань сюда, стань сюда. И мы снимали таким образом клип на цифровой фотоаппарат. Потом я купил камеру. Снимали на камеру клипы. Значит, это самый такой, наверное, лучший клип, который был снят на мою камеру. Это «Яма для собак». Никому нельзя верить, Некому доверять. Каждый ножом спину метит, Каждый хочет воевать. Никому нельзя верить, Никому доверять. Каждый ножом спину метит, Каждый хочет воевать. Многим понравился, в принципе. Оператором там был. Были мои друзья, короче, неважно, кто был оператором. Потом... Навсегда клип снимался в студии, в Ростовской. Рустам Кадыров, режиссёр был. И оператор. Ну, по-моему, сценариус и делалось. Клип «Карусель» тоже он снимал. Клип «Взаперти» снимал Евгений Голосюк. Его идея полностью. Значит, от начала и до конца, можно сказать. Мы встретились с ним на администрации с Косырской на площади. Стояли и выдумывали, какой будет сценарий, по какому сценарию на эту песню снять клип. Он говорит, давай где-нибудь там, ты будешь в доме заброшенном сидеть. Будешь играть наркомана. Я такой, у меня не было ничего определенного. То, что у меня было в голове, мы просто бы не смогли воплотить. Я такой думаю, ну пусть такая будет история. Нормально, пусть так. И всё, сняли вот такой клип. По коридору я брожу, ищу двери. С угла в угол мечусь, как загнанный зверь. По коридору я брожу, ищу двери. С угла в угол мечусь, как загнанный зверь. В чём машин мы не спешим, тишина не важна. Мокрый асфальт, фары в глаза. Буду рад услышаться. Который нёс посыл, вот с моей точки зрения, очень такой поучительный, в том плане, что нельзя так заниматься, нельзя так жизнь жить, потом будешь вечно блуждать, не найдя покоя. Там же человек умер в конце, погиб. А изначально, когда я эту песню написал, это были студенческие времена, где-то 2009 год. Вся суть была в ней заложена, что человек просто в тупике находится. Не то, что он наркоман, а просто у него нет ответа на большинство вопросов, которые возникли в голове. Ему трудно, он не знает, куда шагнуть. Вот, в заперти. Он блуждал по лабиринтам мозга, скажем так. Ну, а потом со временем она записалась такой панковской вещью стала в студии. И всё. Благодаря фантазии Евгения Голосюка она стала такой, какой и стала. Откуда ты берёшь идеи для видео? Ну, по песне послушаешь, ну, и что-то там, какие-то наброски, представления. Тоже благодаря своей фантазии. Благодаря фантазии, в принципе, чё? По песне или по смыслу подумал, или что-то сделал наоборот, наперекор, никакого отношения к смыслу не имеющие. Ну, такого я и не делал, в принципе. Ну, были задумки. В основном всё по смыслу. Ну, смысл песни и смысл видео — это такие вещи разные. У видео может быть очень много подтекстов, так же, как и у текста, в песню. Всё это очень сложный, трудоёмкий, нервный процесс. Куча сомнений. Умираешь в них. Готов биться головой об стенку порой. И в этой ситуации просто надо взять и отдохнуть или расслабиться. Расслабиться в смысле поспать. Или попить чай. Как ты думаешь, если простой инженер, работающий в коммунальной службе, хочет пойти на большую сцену, это реально или нет? Я думаю, да, это реально. Да нет границ ни в чём, в принципе. Что человек хочет, то он, в принципе, и добьётся. В любом случае, если очень хочет. Просто энтузиазм нужен, он утрачивается с годами. И во мне он уже не тот. Но я где-нибудь его ещё, наверное, откопаю и сделаю рывок. Кто твой кумир среди исполнителей? Не сотвори кумира себе, да, как говорится. Но, тем не менее, я почитатель творчества Виктора Цоя, Вячеслава Бутусовна. Ну, ещё такой неплохой список наших ребят и представителей русского рока. Первой волны, второй волны. И ветераны, я имею в виду, и сплин, бидва, мне тоже очень нравятся. Смысловые галлюцинации. Шевчук, Эдмунд Шклярский, Валерий Кипелов, да, тоже такая фигура очень мощная, вокальная. А зарубежные исполнители? Зарубежные исполнители, ну, с уважением отношусь к ряду групп. Скорпионс, Металлика, Рамштайн. Иногда что-то из «Роллинг Стоунс». Ну, несерьёзно вообще так это что-то было там. Незначительно. Нет, для меня русский рок, я должен понимать, о чём песня. Я потом, да, переведу песню, там, «Металлики». Ну, тем не менее, я сейчас, здесь и сейчас впитываю музыку и песню. Мне должно это всё на мозг ложиться мгновенно. Я готовлюсь к этому интервью, прослушала твои песни, и у меня сложилось впечатление, что что-то немного ты брал из творчества Вячеслава Бутусова. Так, целеустремлённо я ничего не брал, но мне очень нравится его такая чистая и искренняя тема в целом, и исполнение, и текстовая. Это вот последние времена, это вообще у него такая более великая, чистая вода как бы даётся народу. Она, конечно, утратила ту популярность, но тем не менее, мне это нравится. Потом, я целеустремлённо ничего не брал из его творчества. Может быть, из-за того, что я это слушал, оно впитывалось, и как-то перерабатывалось мной, я как сепаратор выделял уже всё это в таком виде, что тебе показалось, что что-то повзаимствовано из творчества Бутусова. Но целеустремлённый я ничего не брал. Мне западло всегда брать, что-то у кого-то воровать. Даже бывает, когда что-нибудь делаю, потом опа, где же я эту мелодию слушал, вспоминаю, всё, не-не-не-не, переделываем, как-то по-другому делаем, немного иначе, чтобы это не было украденным, как говорится. Чтобы всё было индивидуально. Да. Виктор, ты когда-нибудь был на рок-фестивале «Нашествие»? Нет, на рок-фестивале «Нашествие» я никогда не был. Хотел бы побывать? Да, хотел бы только в качестве артиста, выступающего на сцене человека. Там внизу мне бы не хотелось побывать. Ну, пока, во всяком случае. Может, завтра захочется. Не знаю, всё непредсказуемо. Есть ли у тебя своя аудитория? Ну да, есть, наверное. Но это так, несерьёзно всё это. Небольшое количество людей, которые слушают мою музыку. А есть ли ты в соцсетях или... Я есть в соцсетях, на ютубе. Виктор, на этом наше интервью подходит к концу. Исполните нам ещё одну песню. Дорогие зрители, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и делитесь видео в соцсетях. До новых встреч. До свидания. Песня называется «Сниму доспехи». Сниму доспехи, Расдвину шторы. Открою дверь и выйду вон. Там нет утехи, Там только верю, Что наша жизнь – печальный сон. А здесь прекрасно, Здесь светит солнце, Глаза болят, Но видят свет. И не опасно Идти без понта, И выход есть. Я думал, нет. Здесь есть закаты, И есть рассветы, Здесь тоже ночь И даже день. А в той квартире Так мало света, Там полудень И полудень. А здесь прекрасно, Здесь светит солнце, Глаза болят, Но видят свет, Но видят свет. И не опасно Идти без понта, И выход есть. Я думал, нет. Сниму доспехи, Раздвину шторы, Открою дверь И выйду в день. Ключи заброшу В доспехах горы, Чтобы искать, Их было лень. А здесь прекрасно, Здесь светит солнце, И радугим Сияет свет. И не опасно Идти без понта, И выход есть. Я думал, нет.